Напали собаки. Ну, ниоткуда прям появилась стая собака. Они по одной начали нападать, кусать. Естественно, я испугалась очень сильно. Больше, наверное, не за себя, а за ребенка. С молодой матерью Ксенией Пановой прогуливаемся по улице имени Льва Толстого в городе Калугия на западе России. Это самый центр микрорайона. С одной стороны школа, с другой детсад. По сторонам частный сектор. Именно здесь пару месяцев назад Ксения столкнулась со стаей собак. Хорошо, говорит, коляска была высокой. Это продолжалось около минут 3-5. Им хватило нанести укусы. У меня рваная рана обоих голеней. Так что спасибо большое мужчине, который проходил мимо и спас нас. Сейчас Ксения рассказывает эту историю с улыбкой. Но тогда, в феврале, была больница, срочные уколы от столбняка и от бешенства. По словам медиков, Ксении повезло. Вцепись собака чуть выше – задела бы артерию. Они прям охотились. Это не было то, что вот собака подбежала, укусила, что-то там она почувствовала, еды еды никакой не было. Что-то она там почувствовала, подбежала, укусила. Нет, это было не тот случай. Они охотились, они кружили стаи. Это прям охотились. Они прям охотились. Я по-другому не могу это назвать. Каждая собака бродячая – это потенциальный людоед. Потенциальный. Каждый. Почему? Потому что, ну, как ты можешь знать, что у нее там в башке щелкнет. Активист и охотник с 20-летним стажем Максим Порфирьев убежден, что с бродячими собаками на улицах городов нужно бороться любыми способами. Желательно, конечно, делать это на уровне законодательном, но и самопровозглашенных мстителей с ружьями и отравой в руках Порфирьев не осуждает. Случайная гибель домашних питомцев – это, говорит, сопутствующий ущерб. Ведь человеческая жизнь априори дороже собачьей. Вот только и собака не станет отнимать чью-то жизнь на ровном месте, уверены кинологи. Собака просто так никогда не нападет. Собака что-то защищает. Что может быть, да, если собака живет на улице? Это может быть пища. Это территория, которую она сама себя определила. Это могут быть щенки. То есть ее ресурсы, которые она себе определила. Сейчас здесь все тихо. Лаи не слышно, собак не видно. Но вообще гаражные кооперативы – это одно из основных мест обитания бродячих собак. Наравне с промзонами и свалками. Потому что именно здесь есть кормовая база. Собаки могут поесть мусора или добрые люди подкормят. А еще здесь можно переждать ненастную погоду и спокойно вывезти потомство. В похожем гаражном кооперативе, правда в другом регионе на юго-западе страны, две недели назад и погиб восьмилетний мальчик. В промышленном районе Оренбурга его загрызла стая собак. Всего с начала года в России жертвами нападений бродячих животных, судя по открытым данным, стали 13 человек. В автоавариях за тот же период погибли порядка 4,5 тысяч. От процентов всех смертей от несчастных случаев просто в пределах погрешности не существует смертей от покусов животных, если мы говорим про бигдата. Просто ее нет. У нас огромное количество людей погибает в ДТП, домашнее насилие, педофилии, все что угодно. Со статистикой не поспоришь, разводит руками зоозащитница Екатерина Дмитриева. И тем не менее, случаи нападения собак всегда обсуждаются громко и бурно. В первую очередь потому, что в такие минуты общество чувствует себя крайне уязвимым. Собаки убивают людей, а вот убивать собак не позволяет закон. С 2018 года в России действует система ОСВВ, или отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Пожизненно в госприютах содержатся лишь особо агрессивные особи. Изначально, изначально, что, в чем лицемерие было, что программа ОСВВ будет снижать численность популяции. Но там одно маленькое но было, что разом, единовременно, то есть это разом, да, надо, значит, стерилизовать не менее 80% сук. Вот тебе здрасте, как это сделать? Да это в принципе невозможно. То есть эта программа может работать только на закрытых территориях. Но собака – существо живое и имеет свойство передвигаться. Например, ту стаю, что зимой напала на Ксению и ее ребенка, так и не смогли отловить. Не то что стерилизовать. Да и те собаки, что гуляют по улицам уже с медицинскими бирками на ушах, нередко приносят потомство. Как это возможно? Вопрос к недобросовестным подрядчикам. И получается просто саботирование. На протяжении всех этих 4,5 лет просто шло саботирование этого закона. Все разговоры о том, чтобы ввести какой-то контроль за деятельностью подрядчиков, натыкаются просто на сопротивление. Звучит оно так. У нас тут ЖКХ проблемы, с этим проблемы, с этим проблемы. Мы еще собаками будем вашими заниматься. Так что да, на практике ОСВВ и правда работает с перебоями. Кстати, убой – это одна из альтернатив, которую ведет власти. На этой неделе стало известно, что российское правительство поддержало законопроект о праве регионов усыплять бездомных собак. Зоозащитники эту затею считают крайне опасной. Если на местах и стерилизовать, то собаку нормально не могут. Кто гарантирует, что убьют ее с помощью инъекции, а не лопаты? Да и пять лет для решения вечной проблемы с бродячими животными недостаточно, уверена Дмитриева. Закон говорит, будет работать, если дать ему шанс. Знакомьтесь, это Степан, и он уже как полгода не живет на улице. А дальше у Степы два пути. Или он найдет себе семью, или до конца так и останется в приюте. Но что важнее, бродячим псом Степа больше никогда не будет. Потому что здесь, в Москве, действует особая система. После отлова, стерилизации и вакцинации собак не отпускают обратно на улицу, а оставляют в приютах. В муниципальном приюте с тремя сотнями обитателей лай не стихает никогда. Сюда, на север Москвы, собак привозят уже после вакцинации и карантина. Живут здесь и щенки, и по собачьим меркам старички. Если вдруг, как-то там, ну бывает, собаки есть собаки, убежали, они возвращаются. Потому что здесь их кормят, за ними ухаживают, и здесь их любят. За уход отвечают работники приюта, а за любовь – волонтеры. Они берут шефство над одной или несколькими собаками, угощают их лакомствами, выгуливают, возят к ветеринару. Другими словами, социализируют. Даже самая агрессивная собака, у нас есть отдельная зона карантина, я называю их рецидивистами, что были когда-то случаи, но все равно у каждого у них есть свой опекун, и они все гуляют. И вот хотя бы к одному человеку они расположены очень хорошо. В обязанности волонтера также входит и поиск животному новой семьи. И вот тут нередко возникают проблемы. Уличная жизнь, как ни крути, оставляет на собаке свой след. Травмирует ее психику. Также, как мы говорим о детях в детдоме, то же самое мы говорим и о приютах. Собака, выросшая на улице, она себе сама поставила правила пользования общественностью. А собака, которая растет в доме, ее научил хозяин. И поэтому они взаимодействуют как тандем. По открытым данным, на конец 21-го года в России проживало 4 миллиона бездомных животных. Более трех миллионов кошек, на которых ОСВВ, кстати, тоже распространяется. И 735 тысяч собак. Найти им всем хозяев невозможно. Тем более, что некоторых псов бывает по нескольку раз возвращают в приют. Не справляются с характером бывших беспризорников. Ну, строгость, конечно, она нужна, строгость, но она нужна, только надо понимать, какая строгость нужна. Ну, не бить же палкой. Вот через харчи, через харчи, очень быстро доходит на них. Понимаете? А это вот это кричать, там, куда, там, сюда пошел, там, палкой, там, туда, и... Нет, это не метод воспитания. Сергей Фокиан – кинолог со стажем. Долгие годы он тренировал служебных собак, а на рубеже веков основал частный приют в Подмосковье. Существует он на гранты и пожертвования. Мама Лайка – одна из сотен его обитателей. Пришла в приют сама и привела щенков. Но многих собак Фокину отдают хозяева. В госприюты отказникам путь закрыт. Он нам сдают животных, а кто-то завел, а потом, вот там, там, запил, или кто-то человек, там, умер, или там, в семье что-то не состоялось, понимаете, развод. И уже сразу видно по собаке, как ее содержали. Видно, какой у них характер, сразу видно. Собака бывает кусачей только от собачьего же к ней отношения, уверен кинолог. Да и на улицы псы попадают тоже из-за человеческого фактора. По статистике, каждый четвертый россиянин хоть раз в жизни отказывался от своего четвероногого друга. Наше государство, все, что оно делает, оно борется с бездомными, вместо того, чтобы решать проблему бездомности. Основной источник появления животных на улице – это владельческие животные, потому что у нас сейчас кто-то вышивает крестиком, а кто-то разводит животных. То есть это просто стало таким каким-то хобби. Так что в итоге делать, чтобы бродячих собак на улицах не было? Как действенно ограничить рождаемость и предотвратить нападение? И зоозащитники, и зооохотники бьются над этими вопросами уже не первый год. Конечно, это комплекс должен быть. Сначала мы запрещаем непородное разведение. В охоту годих нам сегодня запрещено бродячих собак отстреливать. Это надо, практику надо вернуть. Очень хорошо бы квотировать заводчиков породистых собак. Надо пересмотреть закон о самообороне. Очень просто было бы запретить продажу животных, для того, чтобы опять ограничить разведение этих животных через Авито. Через Авито и другие доски объявлений. Приюты должны существовать для отлова только владельческих собак, владельческих собак, да, возвращать их только через штрафы. Можно дальше было бы развивать эту историю, да, программы льготной бесплатной стерилизации водителя населения. Если собака там, не дай бог, еще там не имеет какого-то там адресника, или клейма не имеет, или чипа, да, еще за это штраф. Если мы скажем, что у нас бесплатная стерилизация, у нас будет очередь на месяцы вперед. Чипирование домашних собак, стерилизация, штрафы, отлов, отстрел и автоназия собак-бродячих – мнения активистов тут разнятся, но раз за разом они сходятся в одном. Животные компаньоны, кошки и собаки – это домашние животные. Они должны жить дома.